Добрый день, шановные господарства! Добрый день, шановник юридического отдела Беларуського архитекта и мова Знавець Змитцер Саукан. И, саправды, по воде Конституции Республики Беларусь у нас две державные мовы, которые имеют ровный юридический статус. Но, Гарри Петрович, как Вы лечите эти саправды, этот принцип вытремливается по вселенной жизни в нашей стране? Извините, буду говорить по российской мове. Так щиро не володу и мать на мове, як володу эти вы. А лишь, чтобы донести до наших слушателей всю проблематичность ситуации, буду говорить по-русски. Проблема, конечно, существует, она очень ярко дает знать о себе в последние годы. И суть ее в том, что как раз эта ровность не соблюдается, причем не соблюдается она по инициативе верхов. Можно напомнить, что согласно переписи наших граждан в 2009 году на вопрос, как себя считают эти граждане белорусами, 83% самоидентифицировали себя как белорусов. С другой стороны, когда стоял вопрос о... 83% же хору Украины, бываете, на Увазе идентификовали себя как белорусами. Да, как белорус. А вот как широко вы употребляете белорусскую мову в своем и обыденном житии, в отношениях с государственными служащими, так сказать, в общественной жизни, только 53% граждан сказали, что считают своим родным языком белорусский. Исследования же показывают, что этот процент несколько завышен, может быть на бытовом уровне, может быть в научной среде, литературной, культурной среде, в предотправлении религиозных культов, эти граждане действительно говорят по-белорусски и воспринимают белорусский язык. Однако вот в нашем общем контексте, и в отношениях с госслужащими, и в других отношениях с другими людьми, чаще употребляют российскую мову. И поэтому наши исследователи говорят о том, что вот этот уровень чистого белорусского языка где-то на уровне 7-10% к сегодняшнему дню. И это уже проблема. А, извините, а эти соправдают это так? Я боюсь, что любые доследы тут будут кульгавыми, бо они будут залежать от массы, а количеств. В любом случае, некое место белорусская мова займает в белорусском громадстве, и таким чином, когда держава берет на себя обязанности обслуговать обе две мовы, и она должна это делать. Когда она заявляет, что это державная мова, значит, она таким чином подписывается под тем, что так, я корыстаюся, я держава, мои представники, службовцы мои, корыстаются и одной, и другой мовы у ровной ступени. Там не вызначено, в каких сферах выкорыстовывается одна мова, а в каких другая. Таким чином, сам контекст, это уже глина стилистики, в которой я чувствую себя довольно уверенно, сам контекст подказывает то, что никакой разницы между белорусской и российской мовами, что, да, сфера выживания, частей выживания, характера выживания, нет. Я не могу быть ровными, а таким чином, это подоглеживая ровное владение этими мовами, с боку, тех, кто репрезентует, репрезентует Уладу, начиная от гаранта, гаранта, и отмен, скончаючи самыми маленькими гарантами. Там на ровне, я не ведаю, домокеравництва. Таким чином, все это прописано в документе, и застает содержание просто выполнять взятые на себе повязки. Ну и, если правдиве, тут, напевно, не играет роли, кольки процентов на уговоры, абсолютно, не мает никакого значения. Процентов на другой. Мы бачим прецеденты, кали там у той же, скажем, Финляндии, там от 6 до 10% населенства это шведы, шведскомуные. Але у той же час, ну так, шведскомуные, так скажем, финны, ну можно так сказать, бо саправды, частка финнов были ассимилиованы. Выники историчные. Так, 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 это выники приблизно того же процесса, как мы и у нас бачим. У любым выпадку, кали мовы две державные, я не мают абсолютно правные правы, незалежно от того, кольки носпитов кожной из мовы у речаисности есть и в яких сферах эти мовы выживаются. Ну вот закон о мовах, он гарантует нам с правосвободного выбора мовы сносиного. Найперш, помеж грамадянами и державой. Приватную сферу это может там нерегуливать, как мы с вами разговариваем, и нас никто не повязывает разговаривать на той циншой мове. А я подкреслю минавито стасунки по меж грамадянинам и державой и обвязывая ведать чиновников две державные мовы о межах необходимых для выконания своих службовых обвязков. А вот, Гарри Петрович, вядома факт, что законодавство в нашей краине чему-то в основном выдается на одной мове. Вот, тут-то и возникает проблема. С одной стороны, и конституция, и закон четко гарантирует равенство двух языков. На практике же, и это не просто сложившаяся практика, а практика, продиктованная властями, потому что только от них зависит, например, издание законов нормативных правовых актов на двух языках. Сумси, это не инерция. Советские часы. Советские часы. Советские часы. Это уже 20 годов именуло, больше за 20, 24 годов. Как раз в советские времена, в советские часы мы получали нормативные правовые акты исключительно на двух языках. И бюллетень, кто помнит нормативных правовых актов, издаваемые и Верховным Советом, был на двух языках. И процессуальные документы все были на двух языках. Поэтому формально вот этот статус двуязычия соблюдался. Что у нас сегодня? Мало того, что и законы издаются как правило только на одном русском языке. 3% только, не помиляясь. В нормативной правовой базе сегодня при помощи интернета мы можем заглянуть туда находится около 200 тысяч нормативно-правовых актов, которыми, конечно, мы можем воспользоваться. Но все они на русском языке. И только 3% на белорусском. А если исследовать, что же на белорусском, то это, оказывается, указы о служебных карьерных назначениях, это указы о награждении и присвоении почетных званий. И это некоторые очень малая толика законов и иных законодательных актов, написанных на белорусской мове. Министерство культуры. Да, вот наипершая Министерство культуры. Иногда это связанные с культурологическими, какими-то историческими, мовными, образовательными процессами. Например, некоторые законы, связанные с памятниками культуры, которые, конечно, готовил Минкульт, они на белорусской мове. Дмитрий, а новая калибертация до следу бельгинхвистичных и больше мингвистичных краинов, якою даже сейчас участвовать в Беларусь было, у нас, количество четырех дежавных мове было. Як там обстоят справы? Я маю на базе законодательства, я так разумею, дублюються на всех дежавных мовах. В Канаде там, Канада, Канада, это вельми яркий приклад того, як докладно, як выразно, як однозначно выкаристов, уживаяцца, выкаристовывается гэта закон, абсолютно любые надписы, які звернутые до грамадзянам, незалежно от того, адаме державы, это шильды, скажем, на державной останове, ци, гэта з боку коммерцийных установок рамы, ци гэта з боку вытворцов, это надписы на товарах, все абсолютно дублюються на двюх мовах, иначе гэта обавязкава выключа протесты, и, ведается, тут вельми важный такий момент, ангельска мовная частка грамадзва канадзка, вельми трымается, абсолютно, там, 80% можно сказать, 70%, то певна, калі 10% мы покладзем на розных нацменов, мовна кажучи, и 20% это Квэбэк франкомовный, дык вось трэба сказать, что ангельска мовная частка грамадзва гэнаритца, что у них есть франкофоны, бо это тое, что адрозніве Канаду от Злучанных Штатов, и таким чином гэнарация не кажут, вот мы ж выучаюць у школе французскую мову обавязкава, у ангельска мовных провинциях выучаюць французскую все дзяти, и павинны ангельскую выучать у франкофонных, франкофонные частки Канады, таким чином гэта гонор нации французская мова, якая не ёсць державную для перважной большинной населенности, и они не говорили, и ихные пробки не говорили, у Беларуси абсолютно іншая ситуация, все наши пробки говорили на одной мове, на беларускай мове, ну, были, несумненно, национальные меньшасти, але, так, иначе, сёння, Беларусь мононациональная краина, але, полилингвальная, билингвальная, вось, коли так здарилась, несумненно, держава повинна выступить оборонцам той частки насельниства, якая ёсць носьбитым адметности краины, это абсолютно ведовочная речь, подобная вот была ситуация у свой часу Норвегии, Норвегия была подпараткована, была вассалом, так, шведская короля, Норвегия, сёння, мы, так само, постфасальная, так скажем, держава, у ней, кем сэнце, постколлинеальная, а ле, особная, в любым выпадку, у Норвегии пришлось переодолювать вот гэтый момент датскофонности, яны, все верхи город говорил на датской мове, мы повинны гэта ведать, усведомлять, так, як сёдня город, ну, так скажем, у засаветских часов город был российской мовны, вёска у великой ступеню первоважной была, всё же таки белорусскомовная, вось, али, там пришло усведомление, коли пришла незалежность, пришло усведомление того, что требовавертаться до коронёв, яны вернулись до коронёв, али, не на сто от сотков, так сталося, што адзин з варьянтов норвецкой мовы, гэта дзержавная норвецкая мова, букмоль, вот эта букмоль, як не дзюна, это просто узаконенная торсянка, гэта датска норвецкая мова, гэта узаконенная, якой надали вот такое значэння, таки статус дзержавной мовы, а саправдная уже норвецкая, гэта нюнорск і яны цапер перабываюць ў стане, ну так скажем, конкуренции, але ў любым выпадку яны пера адоляли гэта і пайшлі далей. Мы цапер ў тым стане, ў якім Норвегія была ў 19-м стагодзі, я спадзіюся, ну так скажем, Норвегія нам паказывае, што нас чакаць ў перспективе. У любым выпадку мы, на прикладзе, розных країнаў дзюхмовных павінны датрымлівацца жорска, так, так, ку той же Бельгій, наприклад, датрымліваюцца дубліванням. Ірлянды, а гэта якраз приклад максимальна набліжэны да беларускай сітуаціі, калі аутахтоннае насельніцтва с причыны вонкавагу уплыву, агрэсії, чаго заўгодна, культурніцкава уплыву, страцела свою мову. Большыня насельніцтва говорець па-ангельску і змяніць гэта выглядае, што будзе доволі складана. І при усім націоналізме, усім патриатизме ірлянскім, при моді на ірлянскія танцы, ірлянскую музыку, ірлянскія все, не глядячы на все гэта, не ўдаецца їм адрадзіць могу. Гэта той приклад, які, я думаю, што за якім нам істі не варта. Востановчий приклад, і приклад, так скажем, не вельми удалый. І вони відстоюли свою незалежність, але культурницька незалежність нажали, покой, що не досягали. Я ще повернуся к практиці, к государственній практиці Двухмовия в Білорусі. Не тільки законы, но, смотрите, делопроизводство, судопроизводство, военні устави, переписка вообще в целом в государстві, верховний союз, нынешнія палата представителей Совета Республики, все государственні інституції говорять по-россейську, ведуть диалог і друг с другом, і с населением по-белорусскому. То есть по-россейську, на россейській морі. Вот в чому вся трагедія. То есть государства не показат і не демонстрирують этот правовой режим. Полное нежадання менять ситуацию. абсолютно. Я просто хочу вернуться до ірландського прикладу, да, справді, її для нас може бути не такі уражуючі. Але, в Ірланді, коли є полицейські затримливаю громадянина, її запитываю, на якій морі ми будземо з вами вести зараз процес. Бо ірландська мова, її на сьош такі державний статус має. Так. Вось. І вертаючіся до нашої ситуации. Я підапрашаю, ну, там речі тим, що коли вони не высвятліць гэта сперша моменту, вони просто не домовяться на углу. Менавіця. Бо белорусська і російська мовы родностні, ірландська і ангельська мовы адрозніваюця принципово, неістотно, це як фінська і китайська. Але, тим не менш, я хочу повернутися до нашої ситуации судово-творчісті. Во всіх процесуальних кодексах і в кодексе в статусі судово-отковання написано, що у вас дві мовы судово-творчісті. Альбо російська, альбо белорусська. Але ми з вами маємо шмат прикладів, коли в судах чоловік приходить, це пошній, це випадок з генником логіка, який каже, що я не розумію мову судово-творчісті, дадзі на випадку, яку судово-творюску. Тому мене альбо по-белорусську процес ведите, альбо забезпечте мене перекладчиком, що далі ще маю право робити з поводом цих процесуальних нормах. І ми маємо ситуацію, коли суддя одмовилася весь цей процес по-белорусську, сказала, що я маю право вибирати альбо по-русську, альбо по-белорусську, а в Игрома Дзинин Лойко учились в Минскі, тому обов'язана Волода двіма мовами, а под другое, я вам не буду забезпечившись перекладчику, тому, що коли ви не розумієте, ведите его за свою кожу, домовляйтесь. І вот конкретна ситуація, Галик Петрович. Ну, я скажу так, в принципі закон действительно не обязывает конкретного гражданина владеть двумя государственними закладами. В законе мову про це не написано. Да. Напротив, как раз, що касається, я кажу голосую, шарового громадянина, он має право володати одной мовою. А воні володати. Или белорусской, ну, в данном случае грамотные люди. Или белорусской, или русской. Но, що касається судьи і судопроизводства, тут ми об'язані руководством, кроме закона о языках, і законом о господарственній службі. І вот там, як раз, на господарственній службі, с учетом гарантий двумя, все господарственні об'язані владеть той і другої господарственній мовою. приєдно, якщо він не владеє в рамках своїх полномочий і необхідності, то він і не може займати цю должність. він, в ході аттестування, він бувувалений. тому, що все рассудження судей, а я хочу так, це незаконний, не конституційний, не відповідальний, не відповідальний процесу дію судей. таку суду, на те гарантии, які пропислить в Конституції і в кодексе. Совершенно верно. Поэтому все судьи, все прокуроры, вообще все государственні служащі в общении с гражданами должны удовлетворять прежде всего їх требования об отношениях і ідеологі только на том языке, в якому владеє гражданин. Це право принадлежить гражданину выбора, а не госслужащим і соответствуючим органам. І этот диалог должен именно в такому духі і проходить. Але, зміць, коли поглядеться закон обмовах, там, коли так глядеться, як цього суддія, про яку я казав, в узкій рімі, паза Конституції і всім остатнім. Я думаю, що не в узкій, а просто подмена отбивається. Я нахажаю, що там тільки одна гарантия є. Це письмові откази на письмові зворот. На письмові зворот я вам пов'язан відказуватися по-белорусскому. На мою звороту дать на випадку. А в узкій я вам в уголі нічого не пов'язан. Як і більше з чиновників так говорять. Ну, я думаю, що не відповідаю ні літрі, ні духу. Заршевно верно. Я могу сказати так. Вся ситуація ще состоїть і в тому, якщо смотреть з позиції закона і в чому хитрость законодателя, который ввел вот этот двухмов'я на государственному уровню. Закон о языках содержит 34 статьи. Но в 40 случаях разбросанных чуть ли не по каждой статье этого закона есть союз і либо или либо или на том и на другом и так далее. Так вот, получается, что используя вот этот союз или либо, они так и ведут себя. Закон дает мне право говорить или на белорусском или на русском. Я выбрал русский. И подменяет действительно право выбора и относит право выбора, замыкает на себя, а не на гражданина. Вот в этом и состоит незаконность их действий. Раз, а второе, подмена этих понятий и не то, что противоречит, а напротив, что это как раз в принципе реально противоречит и букве, и духу закона о двух мовах государственных. Находясь в кресле государственного служащего, ты обслуживаешь и обязан гарантировать права и свободы конкретного гражданина, который пришел к тебе отстаивать свои собственные права и свои законные интересы. Будь добр, выбирай ту мову общения, с которой я к тебе пришел. По-белорусску значит по-белорусску. Ну, будь добр, это и знов таки дай им выбор. Не, выбору не мать. Я имею в виду будь добр, это мяко подсказать. Держава продекларировала. 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 Она взяла на себе обовязок забеспечить наши с Гаррием Петровичем правы. Гаррием Петрович репрезентуя российском умное участку населенства при нам все тут у нас на кухне. Я репрезентую белорусском умное и вот наши правы держава взяла на себе обовязок забеспечивать. Хай забеспечить. Тем лику выбор свободный мовы взносим нами. Так. Тем лику сделать с державой на первых. Помеж собой мы взносим мовы. И еще одно замечание в этом плане. Государщик очень часто употребляет такой аргумент. Так русская и белорусская очень близкие, понятные. И поэтому какая разница? Поэтому и так вы все понимаете. Так жестко ставить вопросы в эту проблему. Все все понимают. Однако нет. Вот те же белорусском умное тексты закона. В официальной переписке я должен использовать официальный текст закона, а не его интерпретацию языковую, которую я могу допустить. Мы иногда потеряем смысл точный закона и можем ошибиться в правовых наших решениях и в оценках. Переклад не есть законом. Конечно. Законом есть оригинальный документ. Таким чином он должен быть двум мов закон. На какой мове проект закона нас это не дотачит. Мы должны отримировать два ровные документа. Я вам нагадаю, что в 90-е годы перед Академией наук створили обысловое подразделение у БДУ, которое мусило створить электронный перекладник. Для того, как этим перекладникам перекладать правовые акты. На начале 90-х поставили такую задачу не выпадково. Правовые акты. Мы знаем, что их створится огромная колькасть. Вы назвали 200 тысяч. Несомненно, это огромный корпус, который не легко перекладать аллея. Мы знаем, что праца уже давно скончена. И такой перекладник есть. И я еще тестовал на я бачу на кольки он выдатно справляется с задачей переклады. Таким чином, когда мы слышим, что у нас нема мы с задовольнением, али мы немаем такого инструмента. Есть такой инструмент, которому уже больше 10 годов. Он досконало працует. Я уже не скажу про то, что есть перекладник Google, есть иншие перекладники электронные в интернете, заробленные энтузиастами и адмысловцами. ЗАБЕСПЕЧИЛИ инструментам АДЯЕ ВОЛИ ТОЛКИ ЗАЛЕЖИТ ТИ БУДЗИ У НАС РОВНАЯ правовая база не только по Российскому, а ЛИ по Беларушку. Полноформатная ДФКОЕ может вернуться в любой грамотянин и оборонить свои переклады должен быть официальным. Государственный орган должен простамбовать адекватность этих перекладов. И соответствии их одному одному другому. Аутентичность от этих текстов. Да. Мы напевно будем потихоньку завершаться. Наприконце просто хотелось сказать, что повольно и Конституционный суд звертает увагу на то, что в некоторых сферах не соблюдается эта ровность. Рашение Конституционного суда 2003 года было изрублено колести. Есть рекомендации Национального банка Банком Республики Беларусь сейчас было такое 2004 года домов заключались на двух мовах по просьбе клиента или по одной или по другой. То есть повольно это не рухается, а ли как вы лечите, что еще требует срабить саправды белорусская мова имела ровный статус русской мовой и наипершая это было саправды статус державной. Малик, ты напомнил о решениях Конституционного суда. Их таких официально два за последние 20 лет. Ни одно из них законодателем не исполнено. Да, это правда. И мы сейчас в очередной раз перед Конституционным судом поставили вопрос, чтобы законодатель все-таки восполняя вот этот пробел нашел правовой механизм для поиска вот этого баланса и соблюдения двух языков. В каких случаях и каким образом должны руководствоваться и граждане и государственные служащие органы выбором этого языка. И чтобы четко там было прописано прежде всего позиция граждан и обязанность государства в лице госслужащих, в лице государственных органов разговаривать с гражданами на том языке, который они выбрали. Пока этого не будет, мы будем вот в такой ситуации находиться. Что касается что делать, да, что делать. Ну вот видите, мы буквально недавно обратились в Конституционный суд с развернутым таким документом, в котором мы обосновали необходимость изменения ситуации. Конституционный суд сказал, а мы вот ранее принимали и больше к этой теме возвращаться не хотели. Мы обращались, и не только мы, но и многие другие, и граждане, и общественные организации, и в национальное собрание, и к президенту, и в совет министров с этими проблемами. Все отнекиваются, все устраивают, да, никого, никто не видит проблем, и все считают, что сегодняшний статус кво никому ничего не мешает. И не приводит до неких дискриминаций, и инших нарушений. Но я вам скажу, что исследования как раз на уровне ЮНЕСКО по языковым проблемам говорят о том, что белорусский язык отнесен к языкам умирающим. И это просто стыдно. При наличии такого статуса государственного языка, язык оказывается умирающий. Сколько еще надо, чтобы он оказался языком мертвым? Да. Дмитрий, что робить? Ну, видите, заклики до уладов, я думаю, что мы их чуем достатково, и я не раз, так скажем, завертался до уладов, алия наилепший способ быть почутым это могутный голос внизу. Кали все ж таки наши с вами сугромодяны массово будут говорить по-белорусску, вернуться до белорусской мовы, будут вертаться в державные установки по-белорусску. Явочным порядком, как сказали при советах, ситуация будет меняться. Одна с вами залежит. Не все от нас залежит, алия мы мусим зарабить тое, что залежит минавито от нас. Говорить по-белорусску. Потребовать, как белорусская мова учала, потребовать белорусских надписов. Не обвязково починать войну, такую неровную войну, якую не клойка, вось, не кожный сдольный, так скажем, вести, вести, так, вести, аши, атаку на державные органы, алия спокойно, алия не похисна, неухильна остраивать свое право говорить по-белорусску и чувствуются в отказ белорусской мова. Ну что ж, сябрин, а это мы свою программу будем завершать и, саправды, варто только поднимать заклик с подоразмитера, как разом мы домогалися вертання саправды державного статуса нашей белорусской мови. Дякую великим. Спасибо всем. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok